Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях певец-композитор Александр Айвазов. Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, Мария! Рада вас видеть в нашей студии. Первый вопрос, откуда приехали? Я знаю, что плотный гастрольный график вырвать вас даже к нам было, ну, достаточно сложно. Я вернулся из города Тюмень, где довольно часто бываю. Вообще вот эти земли меня довольно сильно любят. Это так сложилось еще с далеких 90-х, когда я начал работать, даже конкретнее с 89-го года. Поэтому я там бываю довольно часто. И мало того, что уже 11-й год я живу с женщиной, которая является моей женой. Она из города Сургут. Поэтому вот так вот сложилось, что я туда езжу не только за рабочим процессом, но и за женщиной своей судьбой. Все-таки отличаются северяне, сибиряки от москвичей? Конечно, конечно, конечно. Ну, чем привлекает именно Сибирь? Как встречают там люди? Настоящие люди. Мне кажется, в них вот есть какая-то, может быть, какая-то честность, открытость. Вот отношения южаней, которых я тоже по-своему люблю, да, кто живет на юге нашей страны, они немножко другие, да. То есть там какие-то другие моменты. Мне, честно говоря, больше нравится северный колорит людей. Мне он ближе. Какие ваши песни особенно пользуются популярностью там? Чего ждут от вас? Ну, каждый раз приезд. Тем более, вы приезжаете так часто. Ну, ждут, конечно, моих безоговорочных таких хитов. Это «Лилии», «Бабочка, Луна», «Где ты» и, конечно же, новые песни, которых у меня много за последнее время достаточно появилось и уже заходят в люди, что называется. Я так это называю. Ну, сегодня, кстати, в рамках нашей программы у нас будет возможность показать несколько клипов. Вот хотел бы тоже о новом творчестве поговорить и об этих работах в частности. Ну, я пишу много. Ну, какие-то песни попадают там на радио, на телевидение. Я как-то с ними работаю. Мне кажется, слава богу, что сейчас такая пошла тема, сейчас немножечко видоизменяется наше дело, наш бизнес, так скажем, да, что есть такие вещи, как YouTube, есть там соцсети, где мы можем рекламировать там какое-то свое творчество. Ну, это не новость, в принципе, все там сейчас, да. Поэтому равняться на какие-то каналы, на какие-то вкусовщины, вот сейчас, как бы, слава богу, этого нету. Поэтому, если ты чувствуешь, что на концертах... То есть, каждый может найти свою аудиторию, вот опять же, благодаря интернету. Абсолютно. Ну, вот поэтому много пишу, особенно в последнее время. Делаю видео, езжу гастролировать, в общем, как это было всегда, собственно говоря. Сейчас просто на каком-то новом уже этапе, и как-то все-таки 46 лет, если я мог позволить себе в молодости какие-то моменты, когда я мог, не знаю, вести себя, как ведет молодежь себя, грубо говоря. А это, конечно же, очень много времени на какие-то ненужные вещи, на ненужных людей как-то тратится. Сейчас более, мне кажется, конкретнее. И мне вообще вот этот возраст, с которым я сейчас нахожусь, мне он очень нравится. С чем сегодня работаете? Я работаю над новой песней, которая называется «Девчонка». Она уже готова в нескольких версиях. И вот совсем буквально, я, честно говоря, хотел приехать к вам уже с этим клипом, но у меня не получилось. Заканчиваем монтаж, и в ближайшее время вот эта песня появится. Слушай, ну, если вы нас пригласите на презентацию вашего клипа, вашей песни, с удовольствием покажем нашим телезрителям. Конечно, приглашу. Это будет совсем скоро. В эфирах, это здорово. Совсем скоро. Сегодня о чем ваша песня? Вот вы уже сказали, 46 лет, позади жизнь, ну, такая достаточно активная, динамичная, энергичная, да? Ну, вы знаете, я пишу также про любовь, может быть, немножко на другом каком-то уже этапе, скажем так. Но в основном все равно это о любви. О любви? О вечных ценностях каких-то. Не случайно пригласили вас в нашу студию. Буквально через несколько дней состоится ваш концерт в Одинцово. Более того, скажу, что вы теперь являетесь жителем Одинцовского городского округа на протяжении уже последних трех лет, живете именно здесь. Почему выбрали нашу территорию? Чем вас так привлекла она? Да, я уже третий год живу в Заречье, в Одинцовском районе, и я этому очень рад. Я всегда любил эти места. То есть часто здесь бывали, да? У меня достаточно много людей, которых я, ну, мои друзья даже, я бы так сказал, живут именно в этом районе. Я поэтому его знал уже не понаслышке, поэтому... Ну, это же такой звездный район, ну, как ни крути. Ну, можно и так сказать. Он просто самый хороший в Московской области, да простят меня все остальные районы. Я считаю, что это действительно самый лучший район Московской области. Ну, когда вот возвращаетесь из гастролей, из поездок, чувствуете, что приезжаете домой? Да. Я за три года, ну, даже меньше, я действительно, я возвращаюсь домой, именно сюда. Хотя я родился в центре Москвы. Можно сказать, как бы центре не бывает. Из окна Красная площадь видна, ну, как прям по вот этим стихам, да, грубо говоря. Я могу сказать, что я люблю здешние места больше. Во-первых, у меня там замечательный парк Мещерский, который я очень люблю. Для меня это такое важное очень место. Но все-таки вы сейчас вот за здоровый образ жизни? Да. За спорт? Да, безусловно, за еду. Конечно же, самое главное, нам надо есть нормальную еду. Вот это, что я могу сказать. Даже не то, что нормальную. Александр, тогда не отпущу вас без нескольких советов. Нормальная какая? Ну, надо отказаться, конечно, от мучного, это обязательно. Сейчас все сказали, ну, как? Ну, это я советую, потому что вы меня спросили об этом. Я считаю, что и, конечно, за сахар. Даже, конечно же, не нужно большинство фруктов каких-то есть. Вот. Тогда будешь себя чувствовать гораздо лучше, потому что лишняя глюкоза, она не нужна совершенно. Ну, вот. И, конечно, побольше каких-то есть нужно зеленых овощей. Авокадо. Ну, сейчас у телезрителей есть. Рукола. И вы будете выглядеть точно так же отлично, как и Александра Иванова. Ну, я не знаю, отлично, не отлично. Мне просто... Ну, спортивная форма, подтянутая, свежая. Ну, вы знаете, я могу сказать, что я занимаюсь последние где-то месяцев 14 этим. Я долго шел, и у меня были разные диеты. Я много занимался спортом, тоже не помогало. То есть, когда ты себя держишь, но это нужно ежедневно, железки. И я понял после этого, что нужно, конечно же, чтобы была какая-то еда правильная, питание. И самое главное – это низкоуглеводное питание. Александр, а можно, вот я проведу такую параллель, а вы мне, если что, поправите. 14 месяцев вы уже на правильном питании, живете, ну, не только в самом звездном районе Подмосковья, еще и в самом спортивном. Ну, что уж тут греха таить, сколько у нас олимпийских чемпионов. Есть ли связь? Может быть, как-то вот переезд в Одинцово повлиял тоже какой-то такой ключевой точкой? И Мещерский парк рядом. Ну, знаете, мне здесь очень комфортно, мне здесь действительно очень хорошо. Я здесь дома, вот мы уже говорили об этом, я здесь как дома. Мне нравится и розы ветров, которые находятся здесь. Здесь, конечно, гораздо лучше воздух, чем у меня было в Москве, в самом центре. Да, я себя говорю, я здесь именно чувствую так, как я хотел бы, чтобы я себя чувствовал. Буквально скоро состоится презентация новой песни «Девчонка». Что еще в планах проекции? Ну, много, пишутся песни. Готовится ли альбом? Нет, выходит песни постоянно, будет много. У меня сейчас такая задача где-нибудь раз в два месяца выпускать песни, потому что их очень много, есть с кем работать, есть хорошая команда и по видео, и по аудио, и по выпуску, грубо говоря. То есть сейчас вот наладилась какая-то такая очень хорошая команда, и это очень важно. То есть сейчас можно работать, делать, и тем более сейчас есть выплеск. Вот я как говорил, потому что раньше мы очень забивались в непонятную ситуацию, и было непонятно, как двигаться, потому что были какие-то вечные преграды с телевидением, с радио. Могу сказать, очень было много проблем. То есть не брали именно материалы брата? С какими-то форматами. То есть могла быть песня какая-то более не в моем формате, но ее бы не брали из-за того, что уже есть образ самого Саша Айвазова, который вот такую песню не может играть, грубо говоря. То есть вот эта форматность, которая не дает развиваться никак, это большая беда. Сейчас я считаю, что вот этого нету. Есть просто наши люди, которые есть в интернете и которые все это слушают. Вот новая волна, она давно уже идет, но вот сейчас она, мне кажется, на каком-то пике популярности. И при том, что я могу сказать, что новые певцы, группы, они вот эту вот канву 90-х, тот же Тима Белорусских, я посмотрю, или какие-то новые группы, там столько 90-х. То есть в принципе вот музыка 90-х, она сейчас везде витает, но она и будет витать, потому что в это время рождалась вот эта новая, и не то, что новая поп-музыка, а это вот наша какая-то родная музыка, которая с нами будет всегда, с нашими людьми. Она будет видоизменяться, в аранжировках новых будет сделана. Я, кстати, тоже вот, например, хиты типа «Лилия, бабочка, луна» делаю каждые два года, в принципе, даже можно чаще делать новые какие-то версии. Лилии, 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 Лилии. А я в окошко Лилии, 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 бросал под вечер, Лилии, три Лилии бросал. И оно как-то хорошо работает, границы становятся больше, поэтому, ну, в смысле возрастные, да, то есть люди, которые родились там 10 лет назад, конечно же, многие не знают Саши Авазова, так же, как и, в принципе, и которым 25 лет, поэтому надо делать какие-то новые варианты, потому что хорошая песня, она, в принципе, как Лилия. Я знаю, что у меня очень много молодых каких-то поклонников есть, которым вот именно тоже нравится, что меня очень радует. А как вы считаете, вот вообще в чём секрет хита? Вот как сделать хит? Как написать хит? Ну, никак, никак. Вот из чего должны сложиться пазлы, чтобы хит получился? Это непонятно. Или невозможно себе это спрогнозировать? Невозможно. Это невозможно. Вроде кажется, что вот ты можешь это сделать, а на самом деле совсем другая песня, на которую ты, при том, что бывают песни, которые ты так прям вымучиваешь, ты стараешься там что-то ещё, подключаешь большое количество людей, музыкантов каких-то эксклюзивных, да, думаешь, что вот сейчас они здесь сделают такое соло, и эта песня сразу улетит куда-то там. И она вообще никак не проходит. А бывает, наоборот, как-то делаешь одной левой, и эта песня заходит. Я бы перекрасил луну, миллионы разных цветов, Голубую волну, золотой песок, И была бы солнца теплее, и была бы ярче огня, Королева ночей, павочка луна. Потому что я вот, самое смешное, сам слушая, уже будучи таким, как бы, довольно профессиональным человеком, и выступающих на больших площадках, и малых, и давно уже, скажем так, да, я слушаю первую песню, именно первую версию про Лилии, это, конечно, без слёз не взглянешь. И она пошла. То есть, удивительно, я не умел работать ни на студии, мои вокальные данные не были раскрыты. Но была вот песня, которая действительно зацепила, или так искренне спел. А как она появилась? Была же наверняка история какая-то в этой песне. Знаете, довольно-таки банально всё было, и достаточно не было какого-то... Так как у меня мама-музыкант тоже, да, и у нас очень много дома-музыкантов было, и как-то всё это... Я занимался гитарой, вот. И я поступил в Гнесинку по классу гитары. Я, на самом деле, хотел быть рок-гитаристом и играть там в группе Ария. Это моя была верх мечтаний. Ну, вот. Но так вышло, что на первом курсе я познакомился у нас такой хороший человек, Саша Клевицкий. Мне он очень так нравился. Я ходил к нему на занятия, и всегда его занятия мне очень нравились. Он как-то доходчивый. И мы с ним разговорились, и я говорю, Саша, вот сейчас я понимаю, что здесь всё-таки джаз какой-то, ещё вы нам преподаете. Но вы знаете, что весь Советский Союз тогда слушает группу «Лосквой май». Вот вы нам даёте одно, а здесь вот совсем другое. Давайте как-то расширять границы. Не надо только такое, что очень мало людей любит. Давайте как-то это. Он так заинтересовался, послушал «Лосквой май». Я говорю, а давай попробуем такое что-нибудь сделать. И да. Вот обратились, у него была подружка Лариса Рубальская. Он говорит, Ларис, вот у нас есть Саша, вот, есть я, есть мелодия красивая. «Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан». И вот это всё так быстро как-то вот раз… Это вообще было настолько… Ну, записывали долго, потому что не убило работать на студии. Мне тогда было 15 лет. Сейчас уже как бы… Сейчас говоришь 15 лет, это уже… В это время люди заканчивают петь, называется, да, грубо говоря. Сейчас уже возрастных таких. Но тогда это был достаточно, ну, такой нонсенс, потому что не так много было вот этих исполнителей. И в основном люди вот появлялись уже, которым там 35, 38, 40 лет. Это вот тогда считались в рамках… А тут ещё совсем мальчишка. …вотемьдесят восьмой, восемьдесят деватый год. Тогда уже, да. А здесь ещё вот совершенно. Поэтому Юра Штонову был моего возраста. Вот как раз мы так, мы с 1973 года выпусков все. И вот так вот появилась песня. И вот дальше как-то пошли гастроли. Я поступил в Гнесинку. А, в Гнесинке я учился. Я её закончил. Потом поступил в ГИТИС. В ГИТИСе учился на режиссёрском. В общем, такая… Ну, какие-то такие… Ну, и продолжали всё равно петь, петь, гастролировать, писать. У меня постоянно… То есть были какие-то моменты. Здесь же какая ситуация? Всё равно, когда у тебя есть такая песня, скажем, одна даже, как «Лилии». Давайте честным будем. Есть другие песни, которые кто-то знает, кто-то не знает. Но «Лилии» знают всех. Но «Лилии» знают всех. 30 лет не сходят. Значит, у такого человека до, скажем, до последнего вздоха будут концерты. Вот слава богу. А если ты это как-то вот культивируешь, если ты не выглядишь, как старый дед, да, грубо говоря, потому что, ну, по-разному можно выглядеть. У меня тоже были моменты, когда я растолстел сильно или как-то выглядел, или тонус был, или увлекался там алкоголем, да. Были разные моменты за это время, потому что очень сложно. То есть ты находишься раз, потом ты там в 25 лет чувствуешь, что ты, например, менее востребован. Конечно же, ну, нету специалистов, нету друзей, оказывается, кто мог бы. И у меня действительно вот так было, да. Родители не могут помочь. Поэтому, ну, разные моменты были. А когда началась эта вторая жизнь? Второй декабрь? Ну, вторая же... Ну, наверное, все-таки я думаю... Кто вас из этого вытащил состояние? Моя супруга. Моя жена Ирина. Я ей благодарен очень серьезно. Она помощник мой. Она вот... Да какие вот она слова сумела найти к вам? Нет, слов тут... Или просто взрывает все? Дела. Она делает дела. Она сейчас является уже долгое время моим директором. Она очень хорошо справляется с этими делами. Она очень хорошо договаривается и выкручивает мозги, если нужно. Потому что это такие люди, с которыми действительно надо серьезно... Я все-таки мягкий человек, а здесь надо сибирский напор. Вот она такая. Поэтому она вот помогла мне. Она мой советчик по... И по песням, и по одежде, и по каким-то видео. Она со мной все время на мероприятиях. При том, что у нас сын, ему 10 лет. И он, кстати, учится в Зареченской школе. И я хотел сказать, у нас совсем скоро день учителя. Такой очень трогательный праздник, на мой взгляд, потому что все помнят своих, особенно первых учителей. И вот сейчас у нее как раз такой момент. У него четвертый класс. У нас замечательная. Наталья Анатольевна Егорова. Я хочу... Можно передать ей привет. Ей большой привет. Большое спасибо. У нее такие классы насыщенные. Очень много разных детей. Сейчас дети, конечно, несколько другие, я бы сказал, чем мы были. Потому что все-таки... Ну, сейчас новый век, новые дети, так скажем. Я не буду никого ругать, потому что... Ну, вот так оно есть уже, да. И очень большое мужество и мудрость именно как-то... Ну, все это, чтобы было в равновесии, чтобы они слушались. Они действительно слушаются ее, любят, боятся и уважают. Вот. Также спасибо. Зареченская школа вообще у нас очень хорошая, на мой взгляд. И мне нравится, что она недалеко от дома. И то, что там много всяких секций. У меня Никита ходит и на танцы, и... Кстати, у нас в нашем районе, я еще хочу сказать, есть замечательные... Где будет концерт? Вот это мои вообще друзья. Это Дом культуры Успенская. Я там тоже вожу сына. Там есть очень хорошие занятия. Он у меня занимается футболом, шахматами. Я загрузил его по полной. Потому что сейчас это, ну, мне кажется, все-таки вот... Ну, вот не дело, можно сидеть около компьютера целые сутки. Ну, какие-то полезные моменты, какие-то нет. Он... Он у меня дева по знаку с дякой. И он очень хорошо впитывает информацию. Он такой умный. У него как дом советов, да? Голова. И он все это знает. Какие-то тонкости, какие-то вот такие вот моменты. Я его отдал, кстати, мы... Он, может, будет вашим тоже коллегой. Он хочет быть блогером. Ну, в принципе, не совсем коллегой, но тем не менее. Он даже ходит в Одинцово. Здесь есть такая, как бы, не знаю, сказать, студия, которая как раз по поводу блогерства. Вообще хорошо, что сейчас много секций раньше. Вот я помню, в наше время было гораздо меньше всего. Сейчас очень много возможностей у детей. Сейчас так много этого всего есть на разном уровне. Есть, конечно, сильно с какой-то коммерческой, как бизнес. Ну, такое тоже может быть. Тем более в Одинцовском районе все-таки... Но Одинцовский район у нас достаточно респектабельный по большей... Ну, не то, что по большей степени, он разный, да? Но то, что у нас здесь есть зажиточные местечки, скажем так, конечно же, люди думают, что здесь... Потому что у нас в Заречи тоже очень много довольные такие... Не знаю, может быть, не надо об этом говорить, но я так считаю, что, в принципе, хотя я вот работаю, я не являюсь олигархом, да? Вот у меня какой-то достаток есть. Я такого, как бы, среднего звена человек, да? И я могу сказать, что я понимаю, что это бешеные деньги, которые хотят за детские занятия. Поэтому очень хорошо, что у нас есть муниципальные, которые ничем не хуже. Бесплатные поддерживаются... Бесплатные поддерживаются... Бесплатные, и я хожу, я знаю, что это такое. У нас замечательные ребята преподают футбол, те же шахматы, те же театральные кружки. Замечательные люди. Я им так вообще благодарен, потому что это действительно фанаты своего дела, они настолько могут зажечь детей. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы вообще, конечно, вот эти вот такие профессии, как педагог, либо когда ты вот работаешь с детьми, конечно, оплачивались гораздо лучше. Наша цель. Потому что, в принципе, конечно же, из-за этого высмеивается сейчас вся вот эта вот ситуация, что, конечно же, все хотят зарабатывать, понятно. Но если бы это была бы государственная программа, это было бы гораздо правильнее, на мой взгляд. Потому что эти люди заслуживают этого. В начале октября, уже сказали, состоится концерт в Доме культуры Успенский. Да, да, да. Будешь выступать на Дне учителя? Да, я буду выступать с удовольствием. Потому что это мой стал родной дом. Там замечательная студия, между прочим. Там замечательные люди работают. И мне там очень нравится. Мне вообще нравится, что в Одинцовском районе Михаил, Елена Анатольевна, они вообще все очень хорошие люди. Они для меня такие родные. Я вот даже мне... Ну, надо, в принципе, ехать туда какое-то там время. Хотя у нас сейчас есть платник, который достаточно быстрый. Но я могу сказать, что я туда еду как себе домой. Мне жутко там нравится. И там настолько хороший, комфортный ДК. И главное, эти люди так его держат в таком состоянии. Он хотя и новый, но он выглядит как пятизвездочный отель. Я могу так сказать. Я этим горжусь. Я считаю, что наши дети, потому что мы в наших всяких там дворцах пионеров не видели этого. Сейчас хорошо, что мы можем возить наших детей. И там есть хорошие ворота, хорошие сетки, хорошие ракетки для настольного тенниса. Ну, в общем-то, и бальные танцы. Там ведут такие современные молодые люди. То есть, это не то, что какие-то уже заскорузлые женщины, которых я тоже уважаю, между прочим. Потому что нам кажется, что они... Но бывают... Вот на моем веку было слишком очень много таких женщин, которые преподавали, а они излишние какое-то. То есть, ну, я считаю, что этим людям не надо было вести. Сейчас очень много молодых, хороших специалистов. И по бальным танцам, какой у них тоже ведет бальные танцы вообще. Он участвует на всех конкурсах. Он живет в этом процессе. Ну, в общем, ладно. Я могу об этом говорить. Говорить долго. Говорить долго. Но самое главное... Но 2-го числа у нас будет мероприятие. Я обожаю выступать. И большое спасибо человеку, который на местности курирует. И наши все, так скажем, богоугодные заведения, в том числе и учреждения, связанные с обучением. Это Одинцова, кстати, Татьяна Викторовна. Очень люблю, очень уважаю этого человека. И я надеюсь, что это взаимно. Это однозначно взаимно. Ну, давай еще в завершении прям несколько слов всем учителям. С праздником, с Днем Учителя. Дорогие учителя, вы знаете, что, конечно же, на вас возлагается самая главная миссия на нас, на людей, грубо говоря. То есть вы воспитываете молодых людей. Как вы зададите тон, так они и войдут в большую жизнь. Поэтому самое главное – будьте здоровы, будьте счастливы. И пусть ваша работа доставляет вам удовольствие. Но ведь самое главное – чтобы человек был счастлив. Конечно. Счастлив от того, чем он занимается. Чтобы он спешил и любил возвращаться и домой, и в то же время спешил утром на работу и получал от этого эмоциональный подъем. Ну, это вообще надо… Мне кажется, всем надо заниматься тем, что вы… Надо немножечко сместить вот эти моменты. Я вот… Я почему-то вот как бы… Сейчас немножко непростая ситуация вообще во всем мире, я бы даже сказал такая. Да? То есть меняется много всего. Ну, я считаю, что это не то, что хуже. Это вот так вот пошло, да? Вот так все, да, грубо говоря. Поэтому, может быть, надо взглянуть не на то, чтобы… Вот если у меня будет миллиард, я тогда что-то буду. Зачем об этом думать? Зачем на себя взваливать какие-то моменты, которые вот в 90-х… Вот мне кажется, все так и думали. Вот, а, пом. Сейчас такого никогда уже не будет. Будьте счастливы каждый день. Понимаете? Это самое главное. Быть счастливым, востребованным, чтобы ты знал, что у тебя существует какое-то расписание. А не думать, вот на меня сейчас миллион упадет, и я больше ничего не буду. Ну, представляете, как это неинтересно. Ну, вы будете месяц ничего не делать, второй, третий. Ну, что? Так нельзя. Вы начнете деградировать, начнете употреблять наркотики, и потом умрете. Поэтому самое главное – это созидать, что-то делать и развиваться как личность. Саша, спасибо за интересную беседу. Было очень эмоционально. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.